Сейчас мне предлагали быть Снегурочкой, я как бы отшучиваюсь, что я Бабу-югу могу сыграть, вот это вот больше мне ближе. Совсем недавно в Москве были подведены итоги первого всероссийского конкурса молодых исполнителей «Новая звезда». Впервые в истории Ненецкого автономного округа в финале форума такого уровня участвовала и наша певица Кристина Ясинская. За ее продвижением к финалу наблюдали и поддерживали многие жители нашего округа. И мы накануне новогодних праздников встретились с талантливой исполнительницей и расспросили ее о том, чем живет уже известная певица, где исток ее творческой энергии, о личной жизни и о самом конкурсе. Но все по порядку. Лазурь небес и снова первые капели на календаре 8 марта. Я родилась. В душе у папы птицы пели, для мамы лучше не было подарка. 8 марта 90-го года я появилась на свет в древнем селе Усцильма. Известно, что легендарная Усцильма славится своими песенными талантами. Там уже давно регулярно проходит песенный и фольклорный фестиваль «Горка». А поэтому не исключено, что в формировании таланта нашей певицы послужил и этот фактор. Однако Кристина истоки своего уникального голоса связывает еще с одним семейным преданием. То ли прапрадед, то ли прадед был былинником. И у него был очень красивый тембр голоса. Сколько помнит себя Кристина, песня всегда была рядом с ней. С самого раннего детства она представляла себя певицей и еще пятилетней девочкой исполняла «Желтые тюльпаны» Наташи Королевой. Очень четко помню момент, когда папа мой сделал мне радиомикрофон из дерева на станке. Вот эти многие сейчас смеются, но мне тогда было очень это приятно. Это была моя любимая игрушка. Я выступала с песнями Наташи Королевой, и у меня был свой микрофон. Родители хотя и поощряли способности девочки, но карьеры певицы ей не желали. Тем не менее Кристина со своим деревянным микрофоном солировала уже на детсадовских мероприятиях. Я одевала мамину юбку, мне было как платье, это был мой первый концертный наряд. Я даже выступала на утреннике в детском саду, это я тоже помню, вот в этой же юбке цветастой. И сидели мальчики и говорили, я была одна девочка в группе, сидели мальчики и говорили, посмотри, Кристинка, ты без майки, потому что это было корсетное платье. Ее способности были замечены многими. И с детства Кристину, когда чуть подросла, стали направлять для участия на самые разные конкурсы. Уже в более подростковом возрасте, когда к нам приходили гости, мне прям надо было, какую песню я выучила, поделиться, показать. Я очень много ездила по конкурсам. Также я демонстрировала всем нашим родственникам, с какой песней я поеду выступать и тому подобное. Такое было наше домашнее жюри. Но главную роль в развитии ее голоса и профессиональной дальнейшей деятельности сыграл один человек. Руководитель студии вокала Уссилемского детского центра творчества. Хозяин Андрей Евгеньевич, это мой учитель, педагог по вокалу, я вообще хороший друг теперь и помощник жизненный, в принципе. То есть сейчас уже мы достигли, я выросла из маленькой девочки, он дал, по идее, мне профессию, я стала продолжать его делать. Теперь мы советуемся по каким-то общим проектам и тому подобное. Но началось все с него, именно он дал мне вокальную школу. И первыми примерами, на кого она равнялась в певческом искусстве, были самые лучшие исполнители не только российской эстрады, но и зарубежной. Из нашей эстрады это Лариса Долина. И Алла Борисовна Пугачева. Это наша классика, поэтому на их песнях моя певческая карьера и вокальная школа, конечно, росла. Всегда интересовалась западной эстрадой. Всегда для меня любимые Квины, Скорпионс, Бонни Тайлер, Витни Хьюстон. То есть прям люди, которые на самом деле подарили миру очень много. Вспоминая школьные годы, по словам Кристины, ее любимые предметы были общество знания и литература. И в настоящее время она не потеряла интереса к чтению. А некоторых авторов она даже перечитывает по нескольку раз. Очень много раз перечитывала повести Белкина у Пушкина. И с удовольствием перечитаю их еще столько же раз. Дубровский у меня вызывает прям аж трепет какой-то. Возможно, это влияние мамы, потому что она была филолог. Островский, Марина Цветаева, Ахматова. Тоже я прям хорошо знакома с ее творчеством. Конечно, Кристина очень любит и кино. Но при всем обилии и разнообразии современных фильмов, российских и зарубежных, ей более по вкусу картины прежних советских времен. Наверное, потому, что главные мотивы, заложенные в них, были доброта, искренность и отличный неподражаемый юмор. Очень люблю советский кинематограф. Люблю «Любовь и голуби». Иван Васильевич меняет профессию, приключения Шурика. Вот это прям золотая классика. Всегда с удовольствием ее пересматриваю. Из фильма «Москлассный за мне верит» я прям все фразы даже знаю. Да, это звонила я. И не исключено, что буду не только звонить, но и писать в организацию, где работаете вы и ваш сын. Сло должно быть и будет наказано. Любовь к советским фильмам, по словам героини программы, связана у нее в первую очередь и с детскими годами, когда они всей семьей садились за просмотр той или иной кинокартины. Это было какое-то событие. Теплое, уютное, домашнее. И поэтому до сих пор уже с годами я сама уже собираю, включая этот фильм и тому подобное. И никогда он не надоедает. Ну, видимо, это привычки семьи. Семья – это то, что вызывает трепет и тепло на душе. Невероятно, но такая уже многим известная певица Кристина Исинская по ее собственному признанию, хоть и любила петь с младенческих ногтей, но до определенного времени терпеть не могла заниматься музыкой. Я училась еще, кстати сказать, в музыкальной школе. И училась очень плохо, потому что я считала, что музыка – это вообще не мое. И просто меня отдали родители, мне надо было ходить в нее. Я ее прогуливала, я практически, ну, очень часто срывала занятия, обманывала у педагогов к своему стыду. Ну, потому что я думала, что мне это не нужно. И потом я училась по классу фортепиано, доучилась все-таки, допинали. И потом я стала понимать, вот это было параллельно, я стала заниматься эстрадным творчеством вокальным. И мне это стало интересно. И вот я полностью ушла в эту стезю. И когда мои педагоги мне сейчас говорят, Кристина, ты же говорила, что музыка – это вообще не твое. А сейчас я понимаю, что, ну, я музыкант, да, и это мое, я в этом понимаю, я это люблю. Вот так вот все смешалось. По словам Кристины, она собирается продолжить свое музыкальное и певческое ремесло. На сегодняшний день в интернете можно найти более 40 треков ее оригинального репертуара. И она еще собирается расширять тематическую сторону своего сольного исполнения. Для меня всегда важно диапазон произведения, гармонические ходы и смысловая нагрузка. Этим я руководствуюсь, когда выбираю себе репертуар и когда скачиваю себе плейлист. Наверняка девушка с такой музыкальной одаренностью, любящая хорошую литературу, могла бы попробовать и сама что-то сочинить и написать. Но у Кристины по этому поводу есть весьма определенное мнение. Очень часто мне задают вопросы, почему ты не пишешь музыку, почему ты не пишешь слова. Ну, это у меня в голове с детства. Я умею петь, я это делаю качественно, поэтому лезть в работу других я не буду. Есть люди, которые напишут песню профессионально, есть люди, которые напишут текст профессионально, поэтому каждый должен заниматься своим делом. И, конечно, если это интервью снималось за 10 дней до Нового года, мы не могли не задать певице и актрисе вопрос, примеряла ли она когда-нибудь на себя роль Снегурочки. И вот что Кристина ответила. Один раз была Снегурочкой, но я очень... Я считаю, что я комична, потому типаж у меня далеко не Снегурочки. Поэтому даже сейчас мне предлагали быть Снегурочкой, я как бы отшучиваюсь, что я Бабу-югу могу сыграть, вот это вот больше мне ближе. А о всех интересных перипетиях участия Кристины Ясинской во всероссийском конкурсе «Новая звезда», о незабываемых мгновениях торжества и минутах отчаяния певица расскажет во второй части программы «Знакомый и незнакомый человек» как раз в предновогодний вечер 31 декабря в 18.20. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok